Болткома. Утро на Болткоме. Ещё раз доброе утро. Продолжаем работу в прямом эфире. Присяжный адвокат Александр Казачков у нас в прямом эфире в студии. Это радует, поскольку большую часть времени, последние уже два года, наверное, мы проводили в Зуме. Живое общение ничто не заменит. Вот говоря о том, как мы вообще будем жить, ещё совсем недавно, время бежит быстро, что такое два года до истории, с помпы принимался национальный план развития, где-то что-то долго описывалось. Я так понимаю, что документ совершенно сейчас не нужен, и нужно вообще какой-то кризисный план писать. Вот как сейчас многие компании в этих условиях себе составляют кризисный план. Видимо, и Латвии нужно совершенно другую концепцию избрать, не знаю, экономического развития, социального. Безусловно, абсолютно соглашусь. Дело в том, что ситуация не только двухлетней давности, но и последняя ситуация, говорят о том, что планы с горизонтом 5-10 лет, они абсолютно не имеют смысла. Потому что происходят такие фундаментальные изменения, которые предусмотреть невозможно. Ну или, опять же, писать план, исходя из того, что может произойти всё, что угодно, вплоть до нападения марсиан. Поэтому я думаю, что сегодня речь идёт действительно о самом настоящем кризисном менеджменте. А для кризисного менеджмента основной вопрос, да и как и, в общем-то, для формирования любой стратегии, что происходит. Что происходит в нашей ситуации? Ну, мне кажется, что этот вопрос носит скорее риторический оттенок. Да, ещё, может быть, такой вопрос, он вообще, наверное, более глобальный. Нельзя не говорить о войне в то же самое время, не хочется вот только о войне. Вот, может быть, ещё чуть-чуть посмотреть даже вам, как юристу. Нет такого ощущения, что всё произошедшее – это ещё и такая чудовищная слабость вообще политики, и мировых лидеров даже, и дипломатии, и международных организаций. И у нас эти структуры послевоенные, да, вот, которые были созданы, ОБСЕ, там, Совет Европы, ООН, может дальше продолжать. Ну, такое ощущение, что они как бы не способны к какому-то результату. То есть для них процесс – это результат. То есть они что-то говорят, 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 вообще никакого результата, никакого влияния на события. Ну, вы знаете, здесь, конечно, надо учитывать то, что это уже неоднократно отмечалось различными политологами, то, что уровень образования и профессиональный уровень политиков в целом в мире, он существенно снизился. А если, опять же, трансформируется уровень людей, которые принимают решения, то, соответственно, эти решения тоже будут падать в своем качестве. Сейчас мы вошли в период, когда, по сути, наверное, именно определенная недоговоренность или определенная, я бы сказал, глухость в этих отношениях привела к достаточно серьезному конфликту практически на пороге Европы. Как это произойдет дальше? Попытаются ли даже нынешние лидеры как-то услышать друг друга? Ну, трудно сказать, надо, наверное, слишком рано. – Вот один вчера депутат мне сказал, не буду называть его имя, он не пожелал, так сказать, в этой ситуации подписываться, что называется, под своими словами. Он сказал, что, по существу, мы уже живем по законам военного времени, да, и целый ряд решений, я думаю, вы тоже обратили внимание, которые были в срочном порядке, приняты за последние, ну, 10 дней, скажем так, они, ну, по существу, такие полувоенные, и в частности, когда кто-то там продолжает еще упрямо твердить, что у нас есть какой-то сотый пункт Конституции, где там цензура запрещена, потом у нас там все это свобода слова, потом у нас свобода, там, не знаю, выражения мнений, воли изъявлений и так далее, и так далее, и восьмая часть Конституции права человека, что все это как-то уже с поправкой на ветер. – Ну, вы знаете, можно отчасти согласиться, почему? Потому что, ну, если мы возьмем, опять же, исторический экскурс, да, что в периоды каких-то кризисов, войн, стрессов, фундаментальных стрессов, я имею в виду изменений, безусловно, ценность упомянутых вами документов несколько нивелируется, да, почему? Потому что в приоритете становятся интересы государства, а не индивиды. – В данной ситуации надо заметить, что ведь еще и есть определенный юридический казус. Украина до сих пор не объявила войну. То есть со стороны России это так называемая операция, а со стороны Украины это не освободительная война и так далее. Тоже очень такое интересное, что что-то происходит. – Ну, чисто юридически, если мы говорим. – Да, именно чисто юридически, что-то происходит, а формально войны сегодня нет. – Ну, то есть, в принципе, по законам военной времени Украина должна была, ну, какую-то войну объявить Российской Федерацией, да? – Ну, я думаю, да. Я думаю, если президент Украины выступает с обращением к своим гражданам, с просьбой защищать, по сути, каждый город, каждый дом и максимально вооружаться для того, чтобы дать отпор захватчикам, ну, конечно, это вряд ли такие призывы возможны в мирное время. То есть, говорить, что это контроперация, ну, тоже как-то язык не поворачивается, с учетом, что… – И вводится во всеобщая мобилизация. – Совершенно верно. Всеобщая мобилизация, и войска уже России находятся, по-моему, на третьей территории Украины. – Ну, то есть, что это как не война, да? – Это самая настоящая война, в моем понимании. – Хорошо, ну, а что меняет это? По сути, идет война, идут военные действия с двух сторон. Одни напали, вторые обороняются, а никто не называет это напрямую войной. Вы, как это меняет суть происходящего? Именно с точки зрения юридической. – Нет, ну, когда является период военных действий, совершенно действует другой пакет законов. Регулирование меняется совершенно другим образом. Одно дело, когда у вас происходят какие-то столкновения с отдельными, скажем так, группами войск и так далее. Другое дело, когда у вас идет война. У вас совершенно другая постановка и реализация нормативных актов государства. Это так называемый план Б, когда все совершенно по-другому, включая максимальное доминирование интересов государства перед интересами индивидов. Начиная, как вы правильно заметили, с всеобщей мобилизации, заканчивая ограничением какой-то критики и все остальное. – А может быть… – В таком случае, как это меняет отношение Латвии конкретно и Европы в целом к происходящему? То есть, вся та помощь, в том числе военная, которая оказывается? – Я думаю, в Латвии в данной ситуации Европа исходит именно из фактической ситуации, а не сильно думают о, так называемой, юридической оценке данной ситуации. То есть, по сути, Европа и весь мир уже признали, что там идет война. – Да. – Ну, я думаю, что здесь есть такой нюанс, может быть, даже больше не столько юридический, сколько политический, стратегический. Это мое как предположение. Вот если представим, что Украина говорит о том, что вот это нападение, это агрессия, и, значит, Россия де-факто объявила нам войну, мы в ответ, ну, как это было во Второй мировой, тоже объявляем ей войну. Вот как в свое время там Англия объявила войну Германии после ее соответствующих действий захватнических, и Германия сказала, ну, тогда мы тоже находимся. Это что значит? Это значит, что с того момента, как Зеленский отпишет указ об объявлении войны Российской Федерации, это значит, что все, кто оказывает ей военную помощь, тоже вовлечены автоматически в войну с Российской Федерацией. Ну, чего НАТО никак не хочет допустить, и мы это прекрасно понимаем. Я к этому и подвожу, что, в принципе, ну, ладно, Путин со своей стороны тоже не объявлял войну, он объявил то, что называется спецоперацией. Поэтому Украина, видимо, и боится объявить войну. Но вообще все это очень трагически в 21 веке. Я, может быть, такой бы вопрос в связи с этим вообще хотел задать. Ваше ощущение, я понимаю, что все мы только гадаем, ваше ощущение, возможно, в ближайшее время достигнуть какого-то, не знаю, компромисса, каких-то документов подписать, чтобы, по крайней мере, этот ужас прекратить? Очень трудно действительно в данной ситуации высказывать какие-то предположения, потому что периодически и с украинской стороны, и с российской стороны поступает заявление о том, что вот переговоры вроде как приводят к каким-то позитивным решениям. Но, видите, здесь же есть определенная непреклонность со стороны России в отношении Крыма, в отношении двух признанных, по сути, только России государств, да, и в отношении территориальной целостности Украины. И мне на момент очень сложно представить, как существующее правительство и президент Украины сможет принять эти условия, потому что, по сути, это означает согласиться с агрессией, согласиться с потерей территории. Ну, это очень сложно. Хотя, безусловно, я соглашусь с тем, что хотелось бы в любом случае остановить то кровопролитие, которое происходит сейчас на территории Украины. И не допустить распространения войны дальше, уже в Европу, да? Безусловно, безусловно. Потому что мы понимаем, что одна неверная, извините, выпуск ракеты, да, вот Польша рядом была вчера, да, 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 уже в очень опасной близости от территории. И мы третья мировая, да. Ну, смотрите, западная часть Украины, это не только западная часть, это внешние границы. Это границы с Румынией, это границы с Белоруссией, это границы с той же Польшей. В боевых действиях фактор, опять же, исполнителя, он может сыграть свою роль. То есть, неправильный запуск ракеты и совершенно непредсказуемая реакция с любой из этих сторон. Тем более, что та же Польша является стороной НАТО. О чем мы речь-то? Прежде всего, нужно как можно раньше прекратить военные действия, садиться за стол переговоров и все решать максимально мирным путем. Хотя последствия, конечно, ну, это все отразится еще десятилетия на нас, на всех. Может быть, последний вопрос как раз о том, о чем ты говоришь, о последствиях. Вот разные сейчас есть мнения о том, насколько нужно сплачивать общество Латвии, возможно ли его сплотить за короткий период. Является ли вообще война как таковая способом сплочения общества? Потому что мы понимаем, насколько поляризованное мнение, и в Латвии в том числе, может долго говорить о влиянии той или иной пропаганды. Но люди такие, какие они есть, да, у них есть свои взгляды, убеждения, наверное, бесполезно тут читать кому-то мораль. Но вот ваши ощущения, мы вообще, наши власти, готовы реально сплачивать общество? Не просто вот заявление, что мы там давайте не будем обижать своих русских, там все вместе, вперед, да, так сказать, и так далее. Вот ты готовы? Вы знаете, я думаю, процесс сплачения, он ведь должен происходить не мгновенно, да, он должен происходить длительно, да. То есть люди, почему разобщены? Потому что одна категория считает другую категорию недостойными внимания или недостойными сплочениями, да. Или что они нелояльны, вот такие вот. Или что они совершенно априори являются нелояльными. Я думаю, у нас есть масса вещей, которые могли бы сплачивать наших граждан. Я приветствую абсолютно и действительно очень высоко оценил заявление премьера, потому что нельзя отождествлять латвийских русских с определенной политикой, которая проводится Российской Федерацией. Которые они не имеют никакого отношения, повлиять на нее не могут, да? Да, совершенно верно. Более того, не надо забывать, что все, большинство этих людей, они все граждане Латвии. Я думаю, что нам нужно максимально сплочать общество, нам нужно максимально думать о том, что мы прежде всего граждане Латвии, прежде всего думать о своих национальных интересах. Это действительно совместное строительство.